Всем привет! В эфире «Этнографика» и сегодня мы продолжаем серию выпусков «Черноморский фронтир», посвященной истории черноморских поселков Черноморского подбережья Кавказа, Краснодарского края, об их истории, об их этническом составе, о том, как он появился в XIX веке и о черкесской предыстории этих мест до конца Кавказской войны. Итак, сегодня наш путник продолжает движение по побережью на запад от селения Лазаревского, микрорайона Лазаревская, к границам Большого Сочи, поселку Магрии. Поговорим об этом участке. К западу от Лазаревского расположилась следующая крупная речная долина реки Аше. Мы еще поговорим о баолах в этой долине в следующем выпуске, а пока хотел бы обсудить историю поселка Аше в устье этой реки. Поселок Аше вырос в вот этой болотистой равнине устья реки Аше, в месте, где шла всегда бойкая торговля местных жителей, поскольку там была железнодорожная станция соответствующая Аше, установка, и вокруг нее, получается, и разросся этот поселочек. Произошло это еще до 1917 года, и тогда же здесь поселились первые черкесские, армянские, русские и греческие поселенцы. Название поселка соответствует названию реки, вокруг которого ломаются копья, вокруг перевода которого или этимологии. Слово Аше пытаются перевести, например, с черкесского языка как оружие Аше или как трехречие, как-то так выводят. Иногда это название связывают с именем абазинского рода Аша, поскольку все-таки абазинские корни южных абазин уходят именно в эти местности, вплоть до Топсе, если мы говорим о средних веках, до XIV века примерно. На другой стороне устья расположилось чуть повыше в течение реки селение Тихоновка, которое появилось здесь раньше Аше в 1887 году. Здесь на арендованных землях поселились славянские поселенцы, которые на рубеже XX века переименовали свое селение в Тихоновку в честь генерал-майора Евграфа Тихонова, первого губернатора Черноморской губернии, образованной в те годы. Примечательный факт, что в период гражданской войны в этом маленьком селении жили два шведа и поляк. Далее на запад вдоль побережья, расположилось довольно крупное поселение под названием Совет Куаджи, частью которого сегодня также является поселок Голубая дача, бывшее владение аристократов Голубевых, которые в свое время выкупили этот участок у золотопромышленника Константина Сибирякова. Именем этого бывшего владельца называется один из районов этого поселка и Дорожная магистраль. Голубевы были известными людьми в Российской империи. Виктор Голубев был востоковед, археолог, а лев коммергером служил при императорском дворе и считался довольно образованным мастером земледелия. Оба они были страстными любителями виноделия и автогонок. Именно поэтому их дача быстро превратилась в винодельческое хозяйство, вина из которого были очень качественными и даже отмечались на выставках, например, на Русской ривьере в 1913 году. И в то же время их дача считалась промежуточным пунктом для трассы автогонок Новороссийской Гагры. Постепенно их имение настолько разрослось, что они еще дополнительно выкупили участки выше по речению реки Аше, около аула Шхафит современного, для того чтобы там тоже разбить виноградники. В начале 1930-х годов западная часть этих поселений получила название Совет Кваджи, что по-черкесски значит примерно как советский поселок или советские хутора. С 1931 по 1934 годы здесь находился центр Шапсугского национального района, поскольку черкесы, местные шапсуги, они занимали значительную долю населения в этом районе. Собственно, как и сегодня, наряду с русскими, армянами, греками и грузинами. В советское именно время Голубева дача, видимо, для того чтобы встретить память об этих аристократах, была переименована советскими властями в Голубую дачу. Далее от Совет Кваджи к западу расположилось селение Макапсе. До конца Кавказской войны здесь располагался одноименный черкесский аул довольно крупный. Остатки садов долгое время сохранялись еще по окрестным холмам и горам вокруг бухты, в которой находится сегодня Макапсе. Вопрос перевода Макапсе, несмотря на вроде его черкесское название по звуку, он неоднозначен, потому что кто-то пытается перевести его как сена или луговая река, кто-то пытается как устья яблоневой реки, ну, по примеру, как слово Майкоп производится. Собственно, после Кавказской войны на опустевших вот этих местах селение основали в 1870-х годах греки, которые прибыли из Османской империи во главе с Анастасом Апостоловым, который после разведки этих земель переговор с российским правительством прополучил их в дар. В 1874 году, буквально через несколько лет после переселения, часть этих греков переселились на равнине Кубани. Остальные остались жить в этом поселке. Многие из греков этого поселения были депортированы в Казахстан во время Сталина в 1930-е годы, и, конечно, греческое население сильно уменьшило в поселке. Сегодня здесь присутствует несколько греческих семей, а также русское, армянское и черкесское, адыгское население, потому что сюда приезжают учиться школьники из Аула Нджиго выше по реке. Мы еще поговорим об этом Ауле в следующем выпуске. Соседняя с Макапсе к западу Калиновка была тоже основана греками, практически одновременно с Макапсе. Но после выселения в Казахстан в советские годы стало преимущественно армянским селением. И сегодня сохраняется именно как армянское селение. И за Калиновкой находится еще одно поселение, прямо в ряду этих сцеплеток между собой поселков. Это Вишневка, которая изначально армянская была. Она была заселена армянами амшенцами, которые пришли вместе с греками. Макапсе поселились здесь. И в отличие от греков, которые занимаются в основном хозяйством, табаководством, Вишневка довольно быстро превратилась в курортный поселок, каким она остается по сей день. Сегодня у нее тоже такой смешанный состав, достаточно из русских, армянских, черкесских, греческих и так далее. Закрывает наше путешествие пограничный поселок Магри, где находится вот этот вот знаменитый сочинский пост, который многих водителей заставил понервничать в свое время. Изначально известно, вот по словам специалистов, краеведов, историков и искусоводов Михаила Кудина и Татьяны Егоровой, Магри изначально принадлежал инженеру-путейцу и довольно богатому человеку фон Гартману, который в свое время даже написал книгу про железнодорожное путешествие Топсев Гагры. И потом этот участок выкупил купец поляков и построил там дачу. Изначально это местечко называлось не Магри, а Наше по-адыгски. Позже Магри появилась по легенде из сочетания двух начальных вот этих первых слогов в именах Марии и Григория. Магри. И это скорее всего правда, потому что каких-то аналогий местной топонемики, даже близко к языкам местным, мы не находимся. Полякова оставили после себя там довольно обширную дачу, руины, которые до сих пор сегодня видны. А Магри, как и соседний поселок, сегодня состоит из смешанного населения, но это преимущество больше русский все-таки поселок. На этом заканчивается территория Большого Сочи и переходим мы дальше в Туапсинский район. Но это будет через один выпуск, в следующем мы поговорим об адыгских аулах в Верховьях Рейкаше и Макапсе. И перейдем дальше уже к Туапсинскому району. Вы же комментируйте, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о свежих видео на этом канале. Делитесь с друзьями этим видео и до новых встреч, всем пока!